не знаю как там еще встречают я вам расскажу встречаю я вам еще знаю мы уже поговорили с 200 сил микрофон себе подключение 217 мы сегодня у нас не сегодня 3 семнадцать не же вообще 217 случае вообще не только под камеру чтобы потом не было манипуляции мы здесь были две недели назад и разговаривали с вами поэтому у нас есть уже все ваши данные там контакты ваших близких вы нам тогда отказались с вами разговаривать напомните как это было ну задачи спрашивали сколько техники двигался куда заходили все оперативные мы не спрашивали у вас задачи потому что эта часть вашей истории куда как вы заходили в каком количестве техника это не есть секретная информация и нам она не нужна как мы тогда и говорили и показывали что мы брали интервью там с десятью офицерами одновременно и это до этого то есть вот сейчас ровно 15 минут назад общались с подполковником вашим мы с ним в одной камере находитесь то есть он уже сказал да что она уже кстати из ваших из его знакомых из его подопечных и из этих десяти офицеров он тоже назвал что человек всем уже дома этого поменяли вот напоминает две недели назад мы вам предлагали пообщаться позвонить домой вы сказали нет что поменялось почему сегодня вы изъявили желание с вами вообще потому что у меня тоже очень это интерес стал моих всех кому прям попали всех обменяли солдат офицеров больше месяц назад буквально я остался один из полка может еще один сидит шами зовут его не замуж поменяли в камере он попал до меня еще до нас все взяли вот а так я один остался то есть вы общение с нами рассчитываете что пообщавшись с нами вас там услышат увидят может быть они думают же я погиб там или даете ли вы добровольно ваш отказ будет вставлен в этом месте в этом месте в следующем видео не хотите с вашей камере не кто-то вы три офицера там находитесь и говорить вы не хотите правильно все не хотите так не хотите ну можем пообщаться вы позвоните домой позвоните на камеру мы уже взяли интервью более чем 150 человек и у полковников это добровольное общение не так вот наш канал где мы все публикуем вот смотрите сколько здесь не перелистаешь всех это же все приятные офицерам показываю 10 офицеров одновременно вот здесь не позволяет площадь самого помещения записывать много людей такая история будем общаться я так понимаю вас мотивирует звонок домой почему звонок под запись потому что такие условия youtube и не только youtube а вообще наши условия ну да мы вас вообще чего сюда привели то есть если даже если даже вы общаться не хотите вы все равно нам под запись скажете что вы общаться не хотите нам этого показывать нигде не будет это нам для нашей отчетности показать что вот человек отказался и все то есть мы не настаиваем на этом вообще россии будет на ну youtube же еще идет в россии идет как бы если захотят то они будут смотреть захотят мы вам представились представьтесь перевод просто капитан не пишет вячеслав погоревич какого года рождения 26 2 7 я родились республика бурятия город ланды где проживали город владикавказ скажите пожалуйста у вас есть семья дети нет нет одинокий человек получается какая ваше звание должность капитан зам начальника штаба там начальника штаба какая часть 75 из нее 4 а вы есть в соцсетях контакте контакт только сейчас пока посмотрим но пока расскажите как вы попали в украину ваша история тогда какого числа и как зашли 22 марта населенный пункт малиновка гуляй польский район запорожской области это были пересекли границу с украиной до 22 марта нет попал плен а когда попали в украину 24 февраля расскажите откуда вы выдвинулись в составе чего составит от колонны стайка свои колонны выдвинулись смотрите у вас предупредили что у нас добровольное общение с вами и добровольное интервью у вас несколько раз спросили или вы готовы пообщаться или не готовы если вы не хотите общаться вы можете не потому что нам все время говорят что ваши граждане говорят что общение с нами происходит принышно не согласен даете ли вы добровольное согласие на записи в публикацию данного интервью представьтесь пожалуйста не пишет и числа поверьевич дата рождения до что и на 2 8 город рождения республика бурятия город ланды ваше воинское звание и должность капитан заместитель начальника штаба 2 москового батальона себя начальника штаба расскажите очень кратко вашу историю через какой населенный пункт вы пересекли границу зашли опять же тот же вопрос составе какой колонны по нашим материалам уже можно карту всей войны служить по хронологии где каждый солдат где кого убили чтобы у нас там 217 поэтому заходили мы стороны армянской виды стали колонны сколько было машин просто к ней примерно около 40-50 куда вы доехали доехали до 0 на пункт малиновка что было дальше это какого числа 8 марта 8 марта этого 8 марта вы пересекли границу не до 24 на 4 8 марта доехали да а когда в плен попали 22 марта что вы делали в малинке вот две недели получается малинке заняли оборону стояли в селе стояли в селе заняли оборону и сражались с кем-то нет боев не было такого ничего не было что вы кушали кушали пакет давали а местное население мест населения нормально относилась вы разговаривали с ним я лично нет а кто разговаривает ну солдаты ходили молока принесут хлеба табак приносили давали покурить солдатом давали тогда как вы думаете как это происходило приходят солдаты вооруженные и лично ваше мнение я думаю то что они как бы понимали то что у нас проблемы были с сигаретами с водой с питьевой и поэтому не проблем давали негатива не было страны население все понимали то что проблем не будет от нас никаких а вы не думали что тяжело отказать вооруженным людям которые ворвались в город населенный пункт расставлены танки бдр ходят в бронежилетах тяжелым таким людям оказывать это как по улице придешь подходит 10 годников с ножами а есть это моя версия это моя музыка я думаю так такого не было потому что никто не эвакуировался вами то не уезжал все находили гуляли там дети убегали было как бы все нормально говорили вам спасибо что вы пришли такое не слышал что хлеб соль веночки такого не было ну и дальше стояли вы две недели две недели стояли все было спокойно начался минометный обстрел с утра грады были минометный обстрел и так понял то что нас взяли в окружении начался бой в селе весь национальный пункт взял ну да это потом понял сколько было в окружении людей там одна рота находилась ну начался бой что происходило как как вы попали все-таки в плен попали я остался возле дома и и замполит роты и два солдата был на основе всей вселенной находились была стрельба пара докладывал командирует то что ведется огонь по брали раненые и все связь пропала мы дом подошли сбежали в дом потому что началась стрельба непонятно откуда крайне думку это был обычный час высотка или час частном дом брошенному там никого не было мебели не было и дальше дальше пытаясь выйти на связь на связь не выходил и попытка выйти из дома его стрельба уже дома выделить танк начал пострелять по соседнему дому там тоже люди находились кого-то ранило кого-то убило наши потом услышали руки гусеничной техники поняли то что это не наши у нас не было техники такой и слышали голоса то что задавайтесь или мы сейчас дом стреляем весь создадись вам ничего не будет но мы сидели как бы не знали что делать у нас ничего не не было собой такого крупного калибина мы могли ответ ответный удар это произнести забежали в дом кто не стрелял нас просто вывелись дома был бы какой-нибудь там рпг но я не разбираюсь чтобы вы шмальнули бы там думаю нет потому что и дома нельзя было выйти вообще сколько раз вы стреляли я лично не стрелял у нас 217 человек и никто не стрелял кто убивает наших людей кто расстреливает дома дома я видел то что танк по дому где были кто наши акупанты да там наш а там про что надо делать уничтожать про ну никто не уничтожил ладно никто не уничтожил дальше что нацисты вас взяли в плен до вывели из дома как выглядит и нацисты на форму веселом ну то есть он высует а нацисты да я не думаю что были нацисты потому что не селось на дороге по русски русскоязычные нацисты нормально не бывает подожди ты сейчас подожди российскую пропаганду просто взял как-то разломал подожди русскоязычные нацисты взяли в плен не просто маскировать да за слушники солдаты наши взяли вас плен сразу начали пытать пытать и начали нас может еще это помимо был бой у нас везде и так управляем на командный пункт дальше дальше по сути неинтересно вы были в плену за минуту вас передали скорее всего в сбу с сбу в какой-то там сизо потом какое-то другое сизо и мы готовы здесь во всей этой цепочке вас каждый день били убивали заставляли три раза есть или там по временам как-то увидеть товары короче вас бьют сигнал воздушной тревоги тревоги слышали перелеты слышали здесь все давай звонить и разбегаться потому что дима я тут часовых интервью за день 5 это уже не по 15 минут уже по часу извини я написал уже там пропущены это мы звоним к этому это мать ваша да да еще раз бы пошли в ухо я думал но мы не не могу отойти ну хорошо скажите добрый день я журналист из украины меня зовут дмитрий рядом находится ваш сын если вы хотите с ним пообщаться то я вас ставлю в известность звонок будет записываться и дальше публиковаться я вас поставил мамка есть нормально все Мама, все нормально, успокойся, все хорошо. Сына, почему тебя не меняют? Ваш сын есть в списке на обмен? От воинской части? Что в воинской части говорят, почему его не меняют? Они подают в списке, вот я звонила на горячее мнение, сказали в списках он есть, подают, но пока нет, пока обмена нет. С 18 числа обмена не было. Да, обмена нет, потому что Российская Федерация срывает обмены, она обстреливает точку обмена для того, чтобы ваши сыновья, мужья не возвращались домой. Им это не выгодно. И самое главное, кого они дадут взамен? Да, списки согласовываются, но ваши пробуют наших мирных выдать за наших военных. Мы естественно отказываемся. То есть ваши навалили в Мариуполе, в Херсоне наших мирных людей, армия Российской Федерации, и выдает их за военных. Вот, общайтесь с ним. А, там мои звонили кто-нибудь? Да, звонил Денис, звонил Павел, звонил Ренат. А, ну, нормально. Ну, часто с Пашей позавчера разговаривали. Он говорит, что вот ты должен был в этих списках на обмен, но он попал, а тебя в последний момент вычеркнули. У них нормально все, Денис, дома все хорошо у них? Да, дома все хорошо, все живы, все здоровы. Женя приезжал с друзьями в гости несколько раз. На мигрархмения приезжали. Понятно, все хорошо, все нормально у вас? Да, сына дома все хорошо, не переживай. А, ну, самое главное. Соскучились? Страшно. Да ничего, я скоро это приеду, думаю. У меня, мама, здесь все нормально как бы. Я сижу и ничего. Относятся хорошо. Ничего плохого нет, это за меня не переживайте. Просто... Я за десна за твои переживаю. А? За десна за твои переживаю. Зачем? Зубы не болят? Не-не, нормально, нормально. Все хорошо. Ой, сынка, я хоть тебя увидела. Ну, ничего, Бонька бегает, охраняет Сережу. Я с работы попросила уйти, потому что тяжело, пусть огородом занимается. Витаминов тебе на морозили целую в морозилку. Терешни, клубники. Конечно, если сюда смирать не придете сейчас. Скажи маме, что на улице. У нас воздушная тревога здесь. В воздушная тревога, мы должны бежать в бомба в бежище. Да, бывают здесь тревоги. Бывают. Там, пляченцы, все нормально. Ты сам побринься? Ну, конечно, жарко. Терешники побринься, все побринься. За меня не переживайте, там всем привет передавая. Там, это... Тенке не звонили. Обязательно. Можно вопрос задать? Спасибо большое, что дали возможность увидеть сына. Спасибо вам. Можно вам вопрос задать? Да, конечно. Ну, вы же поддерживаете, да, спецоперацию? Я жена, я мать офицеров. Конечно, как я могу это поддерживать? Вы думаете, у меня есть желание, чтобы они там воевали, что ли? Нет, конечно. А второй воюет тоже? Нет, он сейчас не воюет, он сейчас в части. А воевал, значит, да? Ну, на обеспечение гуманитархозил. Было бы интересно, если бы мы интервью брали у... Давайте сделаем так, чтобы мы у второго не брали. Да, чтобы мы не брали у второго интервью, и чтобы он не удобрял нашу землю. Не надо, правда? Не отправляйте его сюда. Потому что следующее интервью с двумя сыном и отцом, это было бы, конечно, эпично. Да, мне надо. Не отправляйте его сюда. Вы не поддерживаете это правильное решение. За кто же так? Кто отправляет? Вы что? Я бы сама пешком за ним пришла. Если бы была такая возможность... По поводу обмена, да, я скажу два слова, просто чтобы вы понимали. Меня Владимир знает. Просто чтобы вы понимали, по поводу обмена какая история. Они там... Наши пленные тоже есть у российской страны. Это безусловно, это правда. Они... Но только они их вместо того, чтобы нам выдавать вместо ваших, да, они их выстраивают, фотографируют, фильмы там про них записывают и кичатся тем, как их много, да, но только обратно нам их выдавать не могут. Так вы там у себя, пожалуйста, скажите, что раз у вас так много наших морпехов, там, азовцев, там, неважно, за кого вы их там считаете, вы их отдавайте нам, пожалуйста. А мы вам ваших отдадим. Потому что мы это специально все это делаем ради того, чтобы ваши домой вернулись и наши домой вернулись. Вот только мы это делаем открыто, а у России это как-то все вот так вот завуалировано. Вот все. Просто чтобы вы знали. От меня тут вообще ничего не зависит. Все нормально будет, мам. Не переживай, здесь у меня все хорошо. Просто ожидание вот это вот непонятное, так? Ну понятно, понятно, что ожидание хуже всего. Давай, родной, домой. И больше никаких войн. Их мать. Конечно. Ну ладно, давай, родной. Да, мам, всем привет передавайте. Все нормально, не плачешь. Все хорошо. Я тебя люблю. Я тоже люблю вас всех очень. Очень. Тема, давай, целую, обнимаю вам. Все хорошо. За меня вообще не парьтесь даже. Видео сможете посмотреть на канале Владимир Золкин в Ютубе в ближайшее время. Так вот про нацистов. А вы можете мне сын кинуть? Да. Вы можете найти канал и посмотреть сколько ваших пленных, если хотите. До свидания. Владимир Золкин. Владимир? Золкин. Золкин. Да. До свидания. По поводу нацистов. Чтоб с вами должны были сделать нацисты, если здесь были реально нацисты. Ну вот как вы думаете. Ну, я понимаю, что вы не сильно хотите говорить, да? Я это все понимаю. Да, звонок уже состоял, звонок состоялся, это была ваша мотивация, мы это все сознаем, да? Но тем не менее, вот у вас объявлена какая-то деноцификация, да? Вот много вы здесь увидели нацистов? Нет, не видел ни одного. Так от кого вы пришли, кого освобождать, я вам понять не понял. Я выполнял приказ, где офицер. Это понятно. Но вы говорите, что вы еще раз в Украину не поехали бы? Ну, думаю, нет. Думаю, нет. Неоднозначный ответ. Да. Ну, значит, поехали бы. То есть вам снова вы дали, вас сейчас возвращают, обменивают. Скажите честно, вас возвращают, обменивают, вам дают снова приказ и вы снова идете в Украину. Нет. Так приказ же. Вы выходите в приказ. Но в том случае вы опираетесь на то, что вы выполняли приказ, а в этом случае вы говорите, что уже не пошел бы хотя тоже приказ. Я думаю, я там смогу это обосновать. Как? Чтобы не идти второй раз, потому что второй раз у меня шанса не будет уже не выжить, не в блин попасть. Просто словами, я не пойду, потому что второй раз меня убьют. Вы просто такой правильный солдат, офицер. В прошлый раз две недели назад вы отказались, потому что надо было рассказывать секреты, сколько танков зашло. Эти все танки подбитые стоят. Они у нас валяются на обочинах все ваши танки. Музей под спутником нет. Со спутником все зафиксировано, с дронов все записано. Вообще никаких секретов в этом нет. То есть вы вообще, даже если захотите нам что-то рассказать, вы наверно не расскажете. На каких-то тайн, о которых мы не знаем, относительно вашей тактики и стратегии. Вы уже не понимаете, что ваша колонна, которая заходила, ее уже нет. Все. Передайте что-нибудь людям из вашей страны по-другому. Люди, ну, человеки. Которые тоже сейчас сидят и думают, пойду-ка я повоюю в Украине. Надо им сюда идти. Не надо. Я понимаю вопрос, да. То, что я сейчас скажу. Да, допустим, то, что не надо сюда идти. Не нужна это ни война, ни нам, ни вашей стороне. Это ни на что не повлияет. Потому что каждый считает так, как считает нужно делать. Вы не правы. Не-не-не, ну, хорошо. Пусть это ни на что не повлияет. Пусть. Это ваше мнение. Мы с ним можем не соглашаться, соглашаться. Мы с ним не спорим. Вы считаете нужна эта война? Я считаю нет. Нужна эта война? Нет. Ну, вот и все. Пусть посмотрят и послушают. Да. А может конкретно как раз вот такой подход на кого-то что-то? Ой, я чуть-чуть. Извиняйте, что не ожидал ваших ожиданий. Да нет, какие тут ожидания? Ожидания чего? Какие вы думаете у нас были ожидания? Какие вы должны были оправдать? Я вот просто не понимаю. Ты мне вмятил? Ну, то, что я должен пускать то, что не надо сюда идти. Нам не надо, ты нам ничего не должен. Вы. Что ты нам должен? Смотри, ты ж когда приехал, мы приехали сюда еще раз, ты услышал, что мы приехали. И как нам сказали? Я через Крымушку подошел, спросил, я что он нашел? Это самое. Я сказал это. Война не война. Ну, видишь, тебя вычеркивают. А знаешь, что вычеркивают? Я так думаю. Я так думаю. Потому что тебя нет. Как про тебя заявлено, что ты думал? А вот сейчас ты попадешь на видос и все. Я уже не буду учеркивать. Потому что... 30 минут ты на камеру рассказываешь. Ну что, добрый день. Из тебя уже не сделаешь пробавшего газосты. Потому что ты здесь. Это все. Ну, я вам только могу сказать спасибо. Не надо. И никаких ожиданий ты не мог там оправдать или не оправдать. Это просто разговоры со всеми. Понимаешь? Со всеми. То есть даже если эти разговоры там 10 чат будут смотреть, там 5 чат будут, мы все равно будем записывать. Потому что это хроника войны, как минимум. Это уникально. Такого не было никогда. Раньше, до этого. Спецоперация. Ну так. Мы все. Да, нас. Мы закончили. Мы сдаю тему. Мы подполковнику дали сигарет нормально. Дайте тебе таких дверей. Пока он не видит, он у меня 3. Ты что делаешь? А что я буду курить сейчас? Бросать, курить будешь. А у подполковника будет еще раз. Только мы тебе не говорим. Я понял. Что у вас дедовщина есть? Дедуете я? У меня подполковник, ты капитан, а потом ДНР. А остальные все рядовые там и все такое прочее. Напрягаетесь? Да нет, конечно. Мы типа все равны в этом? Убираем меня по очереди? Полковник, наверное, ходит дежурным по камере. А, красавчик. Полковник ходит дежурным по камере. Но ведь дедовщины нет. Не дедуют. Не дедуют. Это ваши недоработки, между прочим. До свидания. Спасибо вам. Да нет, за что так. Удачи. Удачи.